Доброе утро! И имеют чин постполковника. А это самый высокий медицинский чин, которого достигали бухарские евреи. Дальше им не давали. Я вот не знаю ни одного полковника медицинских слуг, вы бухарского еврея. Подполковник и ездит. Это вот такой был государственный антисемитизм. И когда он закончил военную службу, его назначили главным врачом сонномерологического диспансера города, столицы Таджикистана. И вот моя сноха, молодой врач, которая закончила ту госпециальность в Санаркандском мединституте, где учился Иоаннер Моисеевич, поступила к нему работать. И тогда я от нее слышал самое восторженное отзывы. Она все время говорит, вот Аннер Моисеевич сделает так, вот он так заботится о сотрудниках. Вот. И... Но поблизости мы с ним познакомились уже в Нью-Йорке. Мы прибыли несколько позже к нему. И он нам оказывал большую моральную поддержку. И мне выпала честь набирать вот эту книжку и быть совместно с моим внуком переводчиком ее на английский язык. И я должен сказать, что вот за это время, пока мы работали над этой книгой, очень я сблизился с Аннаром Моисеевичем и его глубокой интеллигентностью, большими познаниями и в религии, и в других делах. И меня поразило, что он в начале этой книги поставил письмо Рамбама своему сыну. А это такое знаменитое поучение, которое передает старшее поколение своим детям. И я знал его как человека честного, преданного своей работе, преданного своей семье, детям, друзьям и очень общительного человека. И выражаю глубокое соболезнование его братьям, его детям, всем его родным и близким.